МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Архитектор города спрашивает все, начиная от канализации, заканчивая озеленением. Так, каковы все-таки функции архитектора? Должен ли архитектор, городской архитектор, быть докой, скажем так, в инженерных сооружениях, земельных вопросах и во всем остальном? Об этом поговорим сегодня с главным архитектором города Якутска накануне Дня города, заметьте, Ириной Дмитриевной Алексеевой. Мы начинаем. Ирина Дмитриевна, давно у меня, скажем так, в темной студии не были, поэтому сегодня устроимся поудобнее и поговорим о многом. Начнем все-таки вот с того вопроса, которым я заглавил эфир. Должен ли архитектор быть подобным инженеру, не помню фамилию, в исполнении Савелия Краморова из фильма «12 стульев», который был спец во всем. Он учил завертывать пробки, учил заколачивать какие-то доски и так далее. И его то током било, то еще чем, то гвоздь ему палец протокал. В общем, такая вот незавидная судьба была у этого инженера. В чем же все-таки функция архитектора? Ну, добрый вечер, во-первых, Дима. Я думаю, что функция главного архитектора, она ясная и очень понятная. Архитектура, она касается не только облика города. Это прежде всего градостроительное планирование, потому что речь идет о градостроительстве в целом. И архитектор должен определять градостроительную политику города. Что касается конкретных вещей, конечно, человек не должен быть докой во всем. У каждого человека свое предназначение, у каждой структуры. Допустим, в муниципалитетах. Свое предназначение, свои полномочия. Дорожники должны заниматься дорогами, инженера сетями, службой эксплуатации, эксплуатацией всего, что есть в городе. Включая урны, да? Архитектор должен заниматься политикой градостроительной. То есть задавать направление. Вот буквально сегодня на Фейсбуке, мне же очень часто, я достаточно открытый человек в социальных сетях, люди задают вопросы, и очень часто задают такой вопрос. Почему город разбивается без плана? Почему нет стратегии там на 20 лет вперед? Он же есть. На самом деле, конечно же, город развивается на основе планов, утвержденных. Есть стратегия социально-экономического развития. Она полностью скоррелирована с генеральным планом города Якутска. И все, что появляется в городе, оно идет на основании планов, которые город принял и по которым город живет. Ни одного объекта в городе не появляется случайно. Ну, поскольку у нас сегодня вечер открытых вопросов, и не менее открытых ответов, люди все-таки обвиняют те структуры муниципальной власти в том, что, ну, пришел человек с довольно большой суммой денег, да, и сказал, вот у вас есть правила, которые запрещают здесь строить, но у меня есть большие деньги, которые помогут мне отодвинуть вот эти ваши правила, которые запрещают здесь строить. Ну, я бы не сказала так буквально, на самом деле... Нет, но город же идет навстречу инвесторам. Инвесторам идет навстречу в какой части? В той части, где градостроительные регламенты это позволяют. Если, например, есть утвержденные планы в части генерального плана, то есть стратегия, город развивается, например, сейчас плотная застройка центральной части, такая заниженная застройка, значит, в северной части мы видим районы индивидуальной жилой застройки, в южной части, и если, например, приходит застройщик и говорит, я хочу в центральной части, вот у меня там какая-то база, я хочу ее перестроить, не знаю, в многоэтажное жилье, если это соответствует стратегии развития, а именно реставрации, реконструкции центральной части, здесь можно, в конце концов, пойти на то, чтобы поменять там, когда-то утвержденные регламенты в части правил, в сторону соответствия генерального плана. Но никогда не наоборот. Вот в прошлом году очень хорошее мы получили представление Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которое гласит о том, что ни в коем случае города не имеют права менять правила землепользования и застройки в нарушении генеральных планов. То есть должна быть, как сказать, преемственность. Есть основной стратегический документ. Все, он определен, он задал направление на 20-25 лет, а внутри, понятно, жизнь кипит, меняются планы. То есть внутри можно менять, но ни в коем случае не в нарушении генерального плана. Это немножечко может быть непонятно, но все, что происходит в городе, как раз идет таким путем. Были поползновения, например, когда наоборот, допустим, район Дарк-Элах, где сегодня коммунальная скотская зона, затапливаемая часть, это причал, это район, где вообще невозможно обеспечивать хорошие условия жизни для людей, для жилья, для индивидуального жилищного строительства. Были моменты, когда переводили, например, ВИЖС, потому что шли навстречу людям, там, то он инвалид, он живет, там, жить негде. На самом деле это неправильно. Неправильно и... С точки зрения логики, да? Нет, не с точки зрения логики, с точки зрения закона. И очень хорошо, что есть все-таки законодательство, которое обеспечивает развитие городов в соответствии с какими-то планами. Другое дело, что эти планы можно пересматривать. Генеральный план тоже не догма. Раз в 20, в 10 лет вносятся в него изменения. Вот сейчас у нас как раз такой период. Мы сейчас уже два года занимаемся внесением изменений в генеральный план. Речь идет о том, что не хватает земли. Все прекрасно об этом знают. В долине Туймада, к сожалению, земель нет. Нам нужны резервы для многодетных семей, для индивидуального жилищного строительства. Мы такие резервы предусмотрели в районе Вилюйского тракта. Проект проходит сейчас процедуру согласования. Мы уже получили отрицательное заключение от Минэкономразвития Российской Федерации в части того, что нельзя переводить земли лесного фонда просто так в землепоселение, если нет на то веских оснований. Мы попробовали эти основания дать. Сейчас мы ждем опять заключения. Как только мы получим эти заключения, можно будет уже садиться и проводить процедуру публичных слушаний, более детально прорабатывать какие-то части. И, возможно, в какой-то части, где действительно большинство людей. А, как правило, это три четвертых населения. Это не есть, например, 10 человек, которые хотят что-то. Ну, не знаю. А город запланировал другое что-то. То есть, здесь должно быть три четвертых. Вот как добиться такого паритета? Паритета, да. Баланса, да. То есть, получается, архитектура вещь довольно политизированная. Поскольку мы затронули уже как бы мимоходом те вещи, про которые ООН говорит уже лет пять, по-моему. Перевести земли из Федерального лесного фонда, земли поселения, и таким образом решить проблему земель для многодетных и прочих. Ну, это же не... Это политик. Это не политика. Это есть понимание потребностей города, как живого организма, который растет. Если есть потребность в развитии в каких-то определенных точках роста, например, мы все знаем, что сейчас, например, прорабатывается стратегия социально-экономического развития поселка Конголасы. Если там действительно сейчас будет какая-то финмодель о том, что действительно можно там что-то развивать, мы начнем принимать какие-то планы, делать проекты. То есть могут быть определенные какие-то планы. Точки роста, они появляются, ну, от того, как вообще город, я еще раз скажу, это живой организм. То есть где-то, например, что-то вот может вырасти. А каким образом? Где взращивать, а где не надо взращивать? Вопрос. Ну, возможно, среди будущих жильцов поселка Конголасы найдется тот, который будет недоволен тем, что в близлежащем магазине нет папайи, да? И ему надо будет 40 километров проехать каждый раз, когда он захотел папайю в Якутск, где у него есть риск получить все-таки. Еще раз о политике архитектуры. Не секрет, что вот есть смежные вопросы земельного плана, какие-то такие вещи, про которые говорят, что это нерешаемый вопрос в течение энного количества лет. Может попробовать убедить в обратном? Может решается? Ну, вот я работаю четвертый год. За это время могу точно сказать, что мы сегодня вопросы, связанные с решением там, оформления земельных участков, ну, не более года. Для людей уже сегодня это очень большой срок. На самом деле, вот были времена, когда, к сожалению, люди ходили, не знаю, по 8, по 15, по 10 лет. Вопрос почему? Потому что на самом деле в России форма частной собственности появилась не так давно. Вообще понимание того, что землю надо регистрировать, оформлять свое право, вот когда появилось? Вот у тебя, Дима, есть, допустим, земельный участок, на который у тебя есть право собственности? Ну, да. Ты его оформил, да? Но не все, понимание приходит же не ко всем сразу одновременно. То есть, например, вот на рубеже 2000-х началось, пошла перестройка, вдруг мы поняли, что есть, оказывается, можно приватизировать. Пока человек там не столкнулся с тем, что надо идти, не знаю, продавать свою недвижимость или свой земельный участок, может он вообще не понимал, что надо регистрировать. Или на него кто-то не претендует. Да, или кто-то вдруг не стал претендовать. Вдруг он понял, пошел оформляться, выяснилось, что у него там другая территориальная зона, что там уже законы поменялись. Человек ходил по кругам достаточно долго, особенно вот этот период переходный. И как-то все-таки есть момент инерции, у нас же время-то очень быстро идет. А люди приходят, например, вот ко мне еженедельно в понедельник приходят люди, обычные физические лица, которые приходят на прием. Приходят, вот, например, в тот понедельник, пришла женщина, плачет, говорит, я вот 25 лет занимаюсь земельным участком. Ну что значит 25 лет? Я у нее спрашиваю, вы когда нам конкретно сдали документы? Вот к нам в архитектуру, чтобы прийти и плакать, и говорить. Вот архитектура, значит, или город годами не может мой земельный вопрос решить. Выясняется, что она обратилась буквально месяц назад. Понимаете? А человек 25 лет, ну просто этим не озабачивался. То есть есть моменты, когда есть инерционные моменты, вот, ну и, конечно же, моменты, когда сам город, как орган местного самоуправления, тоже в соответствии с этим меняющимся законодательством, там же огромное количество изменений, земельный кодекс меняется, градостроительный кодекс меняется, нужно успевать, нужно людям это объяснять. Время очень быстро идет, и как раз вот те органы местного самоуправления, которые быстро это все внедряют, понимают и начинают менять, они быстрее двигаются. А те, у кого, понятно, специалисты, может быть, там где-то компетенции не хватает, где-то не успел, где-то не понял, где-то просто стормознул, тогда это все идет медленно. Но я считаю, что за последние вот 4 года, ну вот что касается политики, я думаю, что при Айсен Сергеевича именно этим вопросам уделяется очень много внимания. Мы сегодня город очень плотно, допустим, с МФЦ работаем, очень много вопросов оспаривается, оспаривается решение и нас, управление архитектурой, оспаривается решение земельщиков. Ну, это жизненный процесс, это нормально, я считаю. К черту политику, давайте о творчестве, о тех вещах, которые близки нам, обоим надеюсь. Для многих город это такое скопление серых коробок, в которых живут или жили люди, там есть теплые туалеты, вода, электричество. И согласитесь, что какой-то части населения этого хватает? Пожалуй, даже не соглашусь, потому что на самом деле эти коробки, давай вспомним, когда появились. Город, он развивается в соответствии с тем социально-экономическим строем, который определяет время. Было время, 400 лет почти городу, был исторический город, развивался как военный острог. Появилось время, когда начались революции, советская власть пришла. Начали строить, там уже переходить на какое-то там домостроение. Появились технологии, начали строить каменные дома. Появилось хрущевское время. Сказали, дало излишество, убрали все, не знаю, навершия храмов, не проектировали красивых домов, просто коробки поставили. Пришло время домостроения, когда появился у нас домостроительный комбинат. Массово начали строить типовые, заметьте, жилые дома до 9 этажей. И только на рубеже 2000-х появилось время, когда мы перешли на новые технологии, во-первых, строительные конструкции появились, технологии появились, материалы появились. И появилось понимание того, что можно делать индивидуальную архитектуру современную. Мы же, я все время не устаю повторять, когда люди спрашивают, например, почему у нас нет лица национальной архитектуры. Для того, чтобы это появилось, нужно время. Что такое китайская архитектура, я не знаю, европейская архитектура, это века, это столетия. Чтобы это все сформировалось, и пришло понимание, что это ценно. У нас, ну, в силу, не знаю, самого развития России, это идет очень быстро. Это же там 25 лет период, да? Мы живем одно поколение, и даже мы успеваем уже заметить разные пласты исторические. И когда пришло понимание вот того, что можно наконец-то делать индивидуальную архитектуру, ну, понимание, например, приходит, мы иногда не можем, у нас не хватает знаний, не хватает уровня, мы учимся параллельно, мы начинаем работать. И люди, которые сегодня живут в коробках, а сегодня, я считаю, пришло самое лучшее время, 21 век на дворе, сегодня можно делать все, можно делать красиво, причем мы уже знаем, как это делать. И не надо изобретать велосипед, нужно брать лучший опыт, и перескакивать некоторые моменты, и недовольствоваться тем, что мы можем, например, позволить себе, не знаю, в тех же коробках жить, продолжать. И 214-й федеральный закон, который, возможно, отсечет, скажем так, любвину долю тех же застройщиков, которые, возможно, хотели бы строить красивые дома, но не строят. Возьмем, вот вы говорили о национальной архитектуре и так далее, те же на Короленко дома, или на Лермонтова дома, которые он называет там Аллукмасс и Линкови Гердя. На самом же деле, это томские, сибирские проекты, которые, ну, локализованы частично за счет светового решения и так далее под местные просто определенные хотелки. Согласитесь. Но можно же смотреть. Кстати, вот очень хорошая разница, Дима, смотри. Дом на Короленко, архитектура, если мы говорим об архитектуре, ну, практически такой же дом на Лермонтово. Чем они отличаются? Практически по объему ничем. Те же 16-этажки, да? Но почему на Короленко мы не говорим, что это и есть хорошо, а на Лермонтово, где Иван Иванович Полушкин строит, мы говорим, это прекрасно. Почему? Потому что он добавил... Потому что даже в простом объекте можно вложить душу, можно сделать по-другому. Другой бы застройщик посвесил бы на этот глухой торец какую-нибудь бешеную рекламу, вывеску, баннеры какие-нибудь. Почему сегодня застройщики, многие, наконец, начинают понимать, что красота, даже минимальная, которую они могут позволить, она продается и дает им хороший эффект от того, что они этим занимаются. Маленькое благоустройство, хорошее благоустройство, оно дает эффект больше, чем если ты построил там унылое типовое жилье. Это приходит, это не просто социальная ответственность застройщиков, это понимание того, что это не просто хорошо, это еще и продаваемо. Опять же, со стороны одного из нас, я посмотрю, дома с хорошей архитектурой стоят хороших денег. Дома продуманные, вот когда мы с вами вместе продумывали вот этот подход, определенный с умом и так далее, в частном уже потом многоквартирном строительстве, все-таки вот этот продуманный подход, а не лишь бы было, оно уже стоит денег. Определенная она вдававка за цену квадратного метра. Еще раз говорю, доходы людей пока-пока не могут называться таковыми, что все могут жить в домах с этими, к примеру. Ну, на самом деле и домов таких не так много. То есть на самом деле любой город, вообще спрос, он приходит от того, есть ли покупатель. Если, например, не было бы спроса, застройщики бы даже и не строили бы такие дома. То есть в любом случае определенные задачи, которые делают, ну, стоят перед застройщиками, они связаны с тем, что они в первую очередь изучают финмодель. То есть есть ли такой состав покупателей. У нас же очень разношерстное население. То есть есть люди, которые хорошо зарабатывают, есть средняя зарплата, а есть люди, которые живут за чертой бедности. Это во всех городах в России сейчас так. И практически на всех найдется как бы свой. Здесь просто нужно изучать рынок и понимать, здесь очень много риэлторских компаний, очень много специалистов, которые работают в области недвижимости. Я думаю, что они это просчитывают. Но есть понимание того, что не всегда это настолько дорого стоит, сколько можно подумать. И застройщики просто должны немножечко по-другому переформатироваться в плане того, что, например, что касается комфортной городской среды, вот буквально этот весь год, ну, почти больше года, да, как только стартовал в прошлом году проект комфортная городская среда, национальный приоритетный проект, мы начали застройщиками работать точечно. Они могут делать благоустройство по стандартной форме. Обычные типовые ограждения, которые в городе Якутске у нас 25 лет делают одни и те же. Обычные малоархитектурные формы, скамейки, качели. Те, которые покупали, покупают и, видимо, планировали покупать. Зря вы качели. Но можно за те же деньги делать гораздо более современные, интересные, более качественные вещи. За те же деньги. Это не будет стоить дороже. Просто нужно поменять немножко подход. Подход. Но застройщик же, он тоже не архитектор... Ну, скажем, вы же говорите, почему с архитекторов спрашивают за все. За озеленение, за землю, за канализацию, за водоотвод и так далее, да? По идее, вы не спец во всем. Вы спец по визуализации, скажем так, определенных зданий и строений. Хорошо. А пример с качелями, да? Если бы у застройщика был бы, к примеру, почему-то... Они идут по пути наименьшего сопротивления. Или им за 500 тысяч предлагают качели, извиняюсь, вот этого кошмара ребенка из серии, да? Пластиковой серии, да? Или он за те же 500 тысяч пойдет к Усмехали или кому-нибудь из ремесленников и закажет нормальные, ну, такие, на которых любую дорогу было бы посидеть хотя бы по вечерам и так далее. Почему? Вот это и есть, собственно говоря, полномочия главного архитектора. Определить направление. Запретить пластмассовые качели. Запретить всегда очень сложно. Например, вот смотри, что касается информационных вывесок. Мы у тебя здесь обсуждали три года назад подход к информационным вывескам и к рекламе. К чему приводят запрет? К тому, что люди, не понимая, что ему запрещают, они ждут от архитектуры не запретов, а направления, проектов, сказать, как надо сделать, вот так вот, а не по-другому. Пока мы это не сделаем, к сожалению, мы запретами ничего не добиваемся. О визуальном мусоре и общественных пространствах мы поговорим во второй части нашей программы, которая сразу после рекламной паузы на канале НВК Саха. Не переключайтесь. Чая только не хватает, разговор двух старых друзей о тех вещах, которые многим кажутся непонятными, многим кажутся. Ну, мы остановились на качелях, давайте закончим все-таки, поставим точку. Все-таки есть понимание того, что, да, желтые качели это безопасно, там же мягко там и так далее, и так далее. Ну, еще раз, вопрос мы поставим таким образом. За 500 тысяч рублей, либо застройщик, который благоустраивает территорию, заказывает вот на Оренбургском или каком заводе вот это вот безобразие, да? Безобразие, потому что это безобразие и есть. Соглашусь. Даже сочетание цветов вот на этих детских площадках, он не то что, он эпилепсию вызвать может. Согласись? Соглашусь полностью. Да, и за те же деньги можно пойти к прокачанному, хорошему нашему местному производителю, который из долговечных материалов, да, сделает куда более смотрибильную, скажем так, вещь. Абсолютно с тобой согласна, Дима, в этой части. Почему? Потому что на самом деле то, что делают наши местные производители, просто у них понимание тоже пришло только-только. По сути, да, и сегодня нашим производителям хорошие чертежи, хороший дизайн, они могут делать все так же и даже лучше. И по тем же ценам, даже, возможно, где-то дешевле. Поэтому здесь просто подход. Мы готовы продолжать, простите меня, покупать эти унылые типовые вещи или работать с нашими местными, я не знаю, народными мастерами, с производственниками, с нашими предпринимателями и делать авторские, уникальные вещи. Сертифицировать детскую площадку нет ничего проще. Обеспечить безопасность, пройди сертификацию, все, ты можешь заниматься этим. И это в том числе и зарабатывание местными предпринимателями денег. Это аналогия, это занятость. Это аналогия, это занятость, да. Опять же возвращаемся в политику, ну то есть в социальную политику. Хорошо, немножко коснемся в социальной политике. Не могу пройти мимо той темы, которая этим летом вызвала ожесточенный, скажем так, ну говоря, сетевым языком хайп. Что же все-таки было изображено, лицо или, извиняюсь, аптечный товар? Прекрасная тема. На самом деле, когда художники выходят в город, это всегда... А должны ли они выходить? Должны. Вот особенно в наших городах, в российских городах, они обязательно должны выходить. Чем сегодня мы можем, как сказать, определить какое-то яркое лицо города? Сложно выделить большое количество денег на хорошую архитектуру, на хорошие объекты капитального строительства. Нет ничего проще, чем запустить художников, запустить молодежь, которая может доступными средствами сделать наш город ярче, уютнее, красивее, удобнее. Что, собственно говоря, летом мы попытались сделать. Совместно с музеем мы в этом году проводим в Вейенале современного искусства. Современное искусство, уличное искусство, оно развито во всех странах. И именно это очень простой, легкий, дешевый способ оживить города. Да. Именно этот объект, он же появился там не случайно. Люди вот начали спрашивать, почему такое хорошее кирпичное здание? Это сегодня, на самом деле, ядро креативной экономики, не просто города Якутска, нашей республики. То, что там сегодня происходит, это на самом деле феномен. И это нужно поддерживать. И мы обязаны это поддерживать. Именно поэтому мы этот объект выбрали. Там сидят собственники, частные предприниматели, молодые ребята наши, которые вокруг себя начинают формировать какое-то определенное ядро, вокруг которого там сейчас просто точка какая-то роста, точка кипения. Там происходит невообразимо, что много. Алексей Павлов, Дима Протопопов, собственник этого здания, Виктор Салтыков, у которого спортбаза, вокруг них там сегодня жизнь кипит. Они за свои деньги благоустроили, за очень маленькие деньги благоустроили площадку. Сделали открытое пространство, куда сегодня приходит огромное количество молодежи. Я считаю, что это лучший пример вообще, лучший объект нашего Бейнале, хотя он даже и не заявлен как объект Бейнале. Этот мурал нам подарил литовский художник Андрей Адна, который был приглашен на международную конференцию по коммуникации и цифровизации. Вообще-то он специалист в области информационных технологий. А он обижался на те эпитеты, которые мы награждали? Нет, художники не обижаются. Художник, он творит то, что у него сидит в голове. Вот как можно говорить плохо или хорошо? Ты можешь воспринимать это так, как ты воспринимаешь. Чем вообще хорошо искусство? У каждого свое видение. Вот тот, кто видит... Плохое? Плохое, он так это видит. С этим ничего не сделаешь, и невозможно спорить с этим человеком. Кто видит хорошее, он увидит хорошее. Кто видит что-то интересное, у кого пробудится мысль, кто, увидев эту картину, начнет думать, спрашивать, что это, это огромное преимущество. То есть искусство, выходящее в город, но на самом деле конечная цель, как говорит куратор нашего биеннале Сабина Чагина, говорила, во всяком случае, отвечая на некоторые вопросы, конечная точка, чтобы человек пришел в музей. То есть увидев где-то что-то, начинает задавать вопросы, заходить в интернет. Даже эти споры, они больше повлияли на то, что огромное количество людей в городе Якутске начало изучать уличное искусство, заходить в интернет, интересоваться. На самом деле это огромный плюс. Себя прокачали? Да, да, прокачать. И вообще в целом, я считаю, эта территория очень удалась у нас. Это одно из тех общественных пространств, которое сделано не за бюджетные деньги, заметьте. Это практически музей помог через грантовые деньги купить краску. Но художник за это даже ничего не получил, он просто подарил нам этот мурал. Люди, которые не работают в бюджетной сфере, они сами вложили свои средства на благоустройство. И все, и прекрасная территория, которая сегодня является точкой притяжения наших горожан. Разве не для этого мы вообще работаем? Немножко поверну. Вообще, те, которые уехали из Якутска, они как один отмечают одну особенность, возможно, местного менталитета. Мы очень любим негатив. Мы очень любим ругать. Окрашивать какие-то мрачные тона. Мы все умрем и так далее. Но, видимо, пришло время вот это сознание немножко преломить. Немножко преломить. Но, опять же, я не был бы я, если бы не поближал немного. Есть замечательный такой ресурс, называется. Приводится пример, как не надо делать. Вот это вот на Каландрашвили, где я прожил большую часть своей жизни, замечательную набережную сделали. Почему там такие дорожки? Я извиняюсь, что в частности ухаживаю, но почему там такие дорожки? Во-первых, смотри, все, чем мы занимаемся, Ну, в частности, я как главный архитектор, я все-таки стараюсь свою команду, работу своей команды выстраивать, именно в части выстраивания системы благоустройства, обустройства, комфортной городской среды. Этот двор, он был выбран, собственно говоря, одним из первых объектов, который является частью набережного озера Сайсары. Двор, который вошел в программу, вошел, потому что люди были активны. Они именно изъявили желание участвовать в этой программе, он просто вошел. Мы его поддержали, потому что плюс к тому, что этот двор выходит на озеро, он имеет две функции. Это двор, и при этом люди там страдают от того, что это общественное пространство, набережная, много людей ходит, молодежь гуляет, пьет, оставляет бутылки. То есть здесь очень сложное пространство, и вот грамотно его решить, конечно, была задача наисложнейшая для архитекторов. Постарались сделать проект, который, ну там очень много на самом деле было проектных предложений. Есть плюсы, есть минусы. Вот наша задача, мы же впервые с такими проектами интересными, авторскими начали работать, анализировать то, как воспринимают люди сегодня эту площадку. И в частности, эта велосипедная дорожка...